Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день, добрый день. Георгий, как дела-то? Хорошо, вот известно только пришел. Аллилуйя. Вот вопрос хотел задать. Вот вы когда-то упоминали о мировом правительстве, что оно хочет уничтожить людей. Да, а они не скрывают это, это все печатается открыто. Вот Герман Стерлигов говорит, что столица мирового правительства это Лондон. А вы говорили, что Иерусалим. Нет, сегодня да, сегодня да, а потом будет Иерусалим. А это промежуточный этап, подготовка, он правильно сказал. И вот как спастись от первого правительства? Я думаю, что надо выйти в лес, правильно? Нет, неправильно. Надо как жил, так и живее, благодари Бога. А там видно будет, открыто свидетельство о Боге, бритву выброси из дому. Какой же это мужик-то без бороды-то? Совсем никакой. Выброси ее, и все. Бреют бороды кто? Мужеложники, гомосексуалисты и подкаблучники. Самые великие люди, которых мы знаем, Христос, апостолы, пророки, все с бородами были. Посмотри, даже Лев Толстой какой, Некрасов, вот, Достоевский, Солженицын, адмирал армии Макаров. У него борода до пояса почти, адмирал. А какой был Фидель Кастрон, с бородой приезжал, Гавана, Куба? Да, мне это и не нравилось в армии, что каждый день бриться заставляют. Я вот месяц назад вернулся с армии, я ту бритву растоптал и сжег. Ну, вот сейчас-то бросьте ее, нехорошо. Это если вы православный христианин, не искажай образ, который Бог сотворил. Это протест против Бога. Я уже месяц не бреюсь. Ну, вот и все, месяц, так ее выброси, чтобы тебя не тянуло даже никогда. Не прикасайся, не подстригай никак, не задевай. Это Бог-творец тебя таким сделал. Не косов лапы там какой-то. Все у тебя на месте. Благодари Бога и протестуй. Ну, вопросов нет, я отойду тогда. Да, спасибо. Все, с Богом, давай.